Повысить безопасность жизненно важных объектов страны потребовал сегодня президент. Дмитрий Медведев находится с рабочей поездкой в Бурятии, в Новго-Востоке Сибирского региона. В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, тарифы на электроэнергию могут измениться. Но главное, чтобы не пострадало население, подчеркнул глава государства. Социально-экономическое развитие Сибири стало основной темой совещания под руководством президента. А до него Дмитрий Медведев посетил одну из главных буддийских святынь, Иволгинский Датсан. Репортаж нашего специального корреспондента Никита Анисимова. Главный храм буддистов находится не в Москве, а в степях Забайкалья, в 5,5 тысячах километров от столицы. В Иволгинский Датсан приезжает огромное количество паломников, и сейчас в России больше миллиона последователей этой религии. Несмотря на то, что официальное признание буддизм получил еще при императрице Елизавете Петровне, сюда нечасто добирались первые лица нашей страны. За 268 лет глава государства во второй раз приезжает в главный буддийский Датсан. Дмитрий Медведев давно приглашал духовный лидер буддистов Дамба Аюшеев, чей титул полностью звучит как «Пандида хамба лама 24-й». Во дворе Дмитрия Медведева торжественно встречали все ламы монастыря. В знак уважения они держали в руках шелковые платки из тяги победы. А монастырьский оркестр приветствовал президента звуками горнов, которые здесь называют ухырбуре, и музыкальных инструментов, сделанных из морских раковин. Внутри главного храма хамба лама рассказал президенту о круге Сансары, цикле перерождения и шести мирах, в которых, как верят буддисты, обитают души людей. Показал хамба ламы одной из буддийских божеств – белую тару. Она помогает продлить жизнь и, по мнению лам, воплощается в том числе и в главе российского государства. Без журналистов Дмитрий Медведев посетил и храм, в котором хранится главная святыня российских буддистов – нетленное тело 12-го хамба ламы, который, как здесь принято считать, не умер, а ушел в нирвану. В храме находится главная святыня российских буддистов. Недавно история хамба ламы Тигелова прогремела на весь мир. Через 75 лет после погребения его тело обнаружили нетленным. Как говорят ламы, он и не умирал вовсе, а просто сел в позу лотоса и ушел в нирвану. Теперь его можно увидеть только 7 дней в году. О своей поддержке преподавания основ религиозной культуры в школах. Не так давно я поддержал ряд идей, с которыми выступили главы наших традиционных конфессий. О включении в российские образовательные стандарты преподавания основ религиозной культуры, а также основ светской этики для тех, кто не готов слушать вопрос религиозной культуры. Поддержал также и предложение о ведении должностей воинских и флотских священников. У государства и у представителей самых разных конфессий есть общая, есть единая цель. Она заключается в том, чтобы стараться максимально бережно влиять на воспитание молодых людей, подрастающего поколения. И, конечно, вопросы мировоззренческие, вопросы становления личности человека влияют в равной степени и на государственные институты, и на общественные, и на религиозные. В ответном слове Хамбалама говорил об укреплении межконфессионального диалога и о том, что буддисты России будут верно служить интересам нашего государства. Буддисты должны помогать этой стране, где мы живем, в своей любимой стране, и в тот же момент должны помогать своим верующим. То есть не создавать проблем, служить верно, как надо, и в тот же момент не создавать никаких условий, и не требовать взамен что-либо от руководства страны. Из монастыря на вертолете Дмитрий Медведев отправился на авиационный завод в Лан-Удэ, где, как оказалось, этот вертолет когда-то и собрали. Завод, основанный в 1939 году, нынешний год встретил нападок. Вертолет по обычаю сделал круг над Датсаном, ламы казались по-настоящему растроганными. Из монастыря президент отправился на авиационный завод, где его вертолет когда-то и собрали. Благодаря международным контрактам и качественному производству предприятие одержало победу над кризисом. Президент осмотрел продукцию завода не только снаружи, но и изнутри, и отметил, что стране нужны новые модели вертолетов. Но рабочих больше интересовали не производственные, а житейские проблемы.